Ель. Бук. Обзор новостей Казнета. Цифра дня. Почти 3 миллиарда тенге. Такую сумму выделили на борьбу с саранчой в Казахстане, передаёт Тенгриньюс со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства. Руководство карантинных служб Казахстана и России обсудили вопросы взаимодействия по борьбе с саранчой. Для химической обработки территории от саранчи задействовано 18 самолётов и 43 воздушных судна сверхлёгкой авиации, 43 аэрозольных генератора, 169 атомазерных и 25 наземных штанговых опрыскивателей. По данным ведомства в Казахстане в этом году прогнозируемая территория распространения стадных видов саранчёвых составляет 4 миллиона гектаров. Химической обработке растений от вредителей подлежит порядка 2 миллионов гектаров. На большей части работа уже проведена. Химическая обработка против марокской саранчи в республике завершилась. Новость дня Оформить доверенность на авто теперь можно через интернет, передаёт издание Forbes KZ со ссылкой на пресс-службу АО «Национальной информационной технологии». На портале электронного правительства Казахстана запущена новая онлайн-услуга, которая позволяет пользователю самостоятельно получить доверенность на управление автомобилем. Для этого нужны лишь доступ в интернет и электронная цифровая подпись. Заявителю не нужно предоставлять копии каких-либо документов. Надо лишь заполнить необходимые поля электронной формы. Обработка запроса происходит за считанные секунды, после чего можно просмотреть и распечатать готовую доверенность через свой личный кабинет на портале. Услуга предоставляется бесплатно. Фотопост Историей одной победы поделился сайт информагентства «Бенюз Киезет». В Италии завершился международный конкурс «Добро пожаловать в нашу страну». Он объединил талантливых школьников из 14 стран мира. В конкурсе на самый лучший иллюстрированный сценарий к мультфильму приняли участие порядка 50 работ. Почетное первое место занял проект учеников пятого класса школы номер 63 города Астана. Казахстанские ребята впервые приняли участие в данном конкурсе и победы в нем никто не ожидал. Проект «Нурали и птица Самрук» покорил итальянское жюри. Теперь творчество одаренных пятиклассников могут оценить и пользователи Казнета. Блогинг Известная в Казахстане блогер Ангсаган Мустафа опубликовала в Казнете новую иллюстрацию под названием «Мечта ребенка». В настоящий момент рисунком поделились более 200 пользователей в социальных сетях. В центре сюжета маленький ребенок, который мечтает стать телевизором. Мальчик наивно полагает, что в этом случае родители будут на него смотреть. Постоянно, как смотрят телевизор. История одинокого малыша – не первая работа Ангсаган. В начале года ее иллюстрации попали в виртуальное пространство России, Европы и Южной Америки. Огромное число откликов в Бразилии получил рисунок девушки, которая в преддверии весны стирает сердце и мозг в обычной стиральной машинке. Смотрите обзоры «Ель Бук» в эфире и онлайн.